Райская кухня Привет, меня зовут Кристиан Эндрю Петре. Я буду вести эту программу, и сегодня мы поговорим о том, как можно запекать на доске. У меня есть прекрасная семга, готовая к запеканию. Покажу вам, как ее запечь, а вместе с тем мы приготовим несколько полезных гарниров. Пойдемте. Запекание на доске — это сравнительно новый вид запекания. Многие все еще боятся пробовать. Но с моего опыта хочу сказать, что это относительно легко делается. Покажу вам сегодня, как и что нужно делать. Ведущие ученые провели исследование, что когда человек молится, то меняется структура продуктов, поэтому сейчас мы благословим эту пищу. Сейчас я накину полотенце и покажу вам, какой красивый кусочек семги у меня здесь имеется. Рядом находится доска из кедрового дерева, которую я промочил полтора часа предварительно, и теперь она готова, чтобы на ней запекать рыбу. Но сначала мы займемся лимонами. Сегодня нам понадобятся лимоны для этой рыбки. Обрезаем по сторонам, а теперь достаточно крупными кусками режем остальное. Для того, чтобы красиво украсить нашу рыбу, нам понадобится где-то шесть кусочков лимона. А теперь берем нашу доску и немного промажем ее оливковым маслом. Это предотвратит прилипание рыбы к доске. Мы явно не хотим, чтобы рыба просто прилипла. Итак, после того, как мы хорошенько смазали доску оливковым маслом, мы кладем на нее нашу семгу. Она идеально подходит к размеру доски. И теперь мы смажем рыбу немного оливковым маслом сверху, чтобы она не сохлась во время выпечки. Оливковое масло чрезвычайно полезно. Некоторые люди думают, что поскольку это жир, то стоит вообще отказаться от его употребления. Но эти жиры необходимы для хорошей работы многих органов. Оливковое масло — одно из самых лучших, поэтому я выбираю его. Ну а теперь мы покладем наши кусочки лимона сверху. Вот таким образом. И подальше друг от друга. Теперь посыпем немного приправы кейджан. Хорошенько посыпем сверху, и весь народ Божий доскажет «Аминь». Теперь немного смеси из лимона, соли и перца. Совсем немного каенского перца. И затем нечто особенное — это соль с имбирным кориандром. Это придаст замечательный запах и к тому же сделает нашу рыбу довольно сочной. Когда мы будем резать рыбу потом, эти приправы придадут рыбе некую кремообразность. Затем мы убираем доску с рыбой с нашей доски для приготовления. Пора вынести ее во двор, где уже готов наш гриль. Я лично использую в моем гриле специальные кусочки угля в виде округлых брусков. А затем кладу туда небольшие кусочки орехового дерева, заранее промоченные в воде. Это позволит рыбе впитать в себя вкус подкопченой древесины. Потому что дерево не просто будет гореть, оно будет дымить и отдавать свой натуральный вкус нашей рыбе. Запекать на раскаленном гриле в течение 30 минут. Теперь, когда рыба жарится в гриле, покажу вам, как приготовить овощи. Мы берем вот такую розовую картошечку и режем ее на вот такие довольно крупные части. Обратите внимание, мы не очищаем картофель от кожуры. Кожица картофеля — так много полезных питательных веществ, которые нужны нашему организму. После того, как вы нарезали весь нужный вам картофель, отложите его в чашу, как это сделаю сейчас я. И следующим шагом будет очистить нашу спаржу. Я обрежу кончики спаржи, а затем покладу ее в кастрюлю с кипящей водой. Перед этим стряхните всю воду. Лишняя вода нам ни к чему. Это и так очень влажный побег. Хорошо. Не обожгитесь при этом. Прямо возьму и брошу ее в кипяток. Она должна будет покипеть на малом огне где-то от 3 до 5 минут. Что произойдет, так это то, что наша спаржа приобретет совершенно особенный зеленый цвет. Для того, чтобы потом нам сохранить этот зеленый цвет, мы бросим ее в ледяную воду. Ледяная вода сохранит ярко-зеленый цвет спаржи, и при подаче это позволит нам иметь красивую часть блюда, что бесспорно его украсит. Я убираю из подруг все лишнее. У меня есть уже готовая спаржа. А здесь ее я собираюсь поджарить. Для этого я добавлю в нее оливковое масло. Затем насыпаю хорошенько смеси лимона, потом перца и соли. И тщательно все это размешиваю. Размешиваем так, чтобы оливковое масло полностью покрыло всю нашу спаржу. Как раз для таких случаев у меня уже готов специальный противень. Я за ним. Раскладываем нашу спаржу по противню и затем убираем в духовку. Не торопитесь. Она будет жариться при температуре где-то 190 или 200 градусов в течение 20 минут. Теперь, когда спаржа в духовке, приступим к приготовлению картофеля. Процесс приготовления картофеля также относительно несложный. Мы наливаем опять-таки оливкового масла. Затем добавляем немного приправы кейджин, немного цимьяна, немножко базилика и немного молотого черного перца. хорошенько размешаем. Нам нужно убедиться, что каждый кусочек покрыт маслом. Это убережет наш картофель от пригорания и даст ему достаточное количество влаги. После того, как мы достаточно размешали, мы разложим наш картофель на противень, заранее покрытый фольгой. И когда мы равномерно разложили картофель, по всему противню, мы кладем его в духовку, где уже стоит спаржа. И картофель пробудет там около 15-7 минут. Как раз пока спаржа не будет готова. Мы будем вынимать из духовки и спаржу, и картофель. Подогреть духовку заранее. Картофель поставить на 15 минут. Теперь, когда наши овощи находятся в духовке, я приготовлю соус. Этот соус подойдет ко всем ингредиентам нашего блюда. У него будет достаточно общий вкус, и он будет очень тяжелым. Мне понадобится ковшик с взбивалкой. А также жирные сливки, сливочное масло и чеснок. К тому же укроп, смесь лимона, перца и соли, ну и приправа кейджин. Нам также понадобится немного воды, поскольку в соусе будет мука. Чтобы при приготовлении соуса не образовались комки, нам понадобится водичка. Наш ковшик мы поставим на очень-очень медленный огонь. Нальем туда наши жирные сливки. Мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы они подгорели. У нас есть еще сливочное масло, поэтому давайте выставим самый медленный огонь. Берем немного этого масла, столовую ложечку, и бросим в наши сливки. Затем мы добавим приправу кейджин и немного смеси лимона, перца и соли. А теперь мы займемся чесноком. Покажу вам, как легко почистить чеснок. Многие люди ненавидят чистить чеснок, но если вы просто разрежете зубцы посередине, то очистить его будет весьма легко. Затем мы порежем два зубца на кусочки. При этом кусочки не должны быть совсем уж мелкими. Такого среднего размера. Кладем чеснок в наш ковшик, а теперь займемся укропом. Укроп мы просто порежем. И весь его мы высыпем туда же к нашим остальным ингредиентам. А теперь я покажу вам, как сделать так, чтобы наш соус загустел. Мы будем добавлять несколько ложек муки в чашку с водой. Если бы мы бросили муку прямо в горячую смесь, то образовались бы камки. Кстати говоря, если вам по вкусу больше чеснока, то вы, конечно же, можете положить его побольше в такое блюдо. И наоборот, если вы вообще не любите чеснок, то вы можете его совсем не класть, хотя чеснок придает особый вкус соусу. Пока мы с помощью взбивалки и сражаемся с комками, нам стоит выключить огонь под нашим любимым соусом, чтобы он не подгорел. Если сливки подгорят, их просто придется выбросить, так что я чуть-чуть сбавлю. Что-то можно восстановить в случае подгорания, но только не сливки. Это будет прекрасный соус, который подойдет и к рыбе, и к картофелю. К спаржу также. Это, безусловно, очень здоровая пища, но чем больше сливок вы положите в ваш соус, тем менее здоровым он будет. Хотя сливки, безусловно, придают соусу прекрасный вкус, поэтому выбирайте сами. Положите ли вы в свой соус совсем чуть-чуть сливок или приличную порцию. Это зависит от того, что вам дороже, вкус или здоровье. Теперь мы эту смесь муки с водой выливаем в наш соус, который уже прилично загустел. Наливаем наш соус в специальную пиалу для соуса. Возможно, вы захотите макать овощи в соус или полить их соусом в самом начале. Кому как удобнее. Вот какие приправы вам могут понадобиться для приготовления этого блюда. Прежде всего, это укроп, далее приправа кейджин, смесь лимона, перца и соли, молотый черный перец, тимьян, базилик, каенский перец и то, что довольно трудно найти в магазинах, так это соль с имбирным кориандром. Поскольку мы справились с приготовлением, я бы хотел, чтобы мы сейчас порассуждали над Писанием. Давайте откроем Луки, 5 главу. Начнем с 4 стиха. «Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились, всю ночь и ничего не поймали». «На по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть в них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб и ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человека». И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда я был маленьким мальчиком, одним из моих самых ярких увлечений было ходить на рыбалку с моим отцом. Он всегда говорил мне, «Не спускай глаз со своей удочки». Я всегда отвлекался, рассматривая птичек и красоту вокруг, но когда я вырос, я осознал, что Бог хочет, чтобы я стал ловцом человеков. И я напоминаю себе слова своего отца, что я не должен спускать глаз со своей удочки. То есть помнить о цели и о цене, заплаченной за меня. Нужно всегда оставаться сфокусированным на цели, иначе заботы этого мира попросту отвлекут нас, и цель будет потеряна. Бог хочет, чтобы у нас в жизни была цель, это подталкивает нас изнутри. Мы должны двигаться в Его воле, чтобы распространить Его царство. Если мы будем поступать так, как поступил Петр, сказав, «Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но, по слову твоему, закину сеть», если мы сможем это сделать, то увидим, как Бог приносит в нашу жизнь избыток. Поэтому каждый день я молюсь о том, чтобы вне зависимости от обстоятельств, дела могут идти вверх или вниз, но чтобы я продолжал видеть цель, чтобы мне, услышав от Бога, «закинься эти», сделать это по Его Слову. Иногда кажется, что для того, чтобы в жизнь пришел избыток, нужно иметь множество партнеров. Но на самом деле важно быть довольным тем, что дает Бог. Мы должны быть сфокусированными на цели. А цель — это исполнить Божью волю. И тогда Он даст нам избыток. Сегодня мы говорим с вами о рыбе. Это семга. Она очень похожа на лосося, но окрас ее немного темнее. Но это есть причина. В ней немного меньше жира, но больше вкуса. Через минуту я буду снимать нашу рыбу с гриля. Некоторые люди не любят, когда у рыбы столько вкуса. Другим же как раз это и нравится. Если вы больше предпочитаете лосось, то этот рецепт запекания рыбы на доске подойдет и для лосося, а также для любой другой рыбы. Просто доска на гриле придаст рыбе особый копченый вкус. Но что бы вы ни делали, помните, пусть в вашем разуме всегда будет Небесный Отец. Благословите ту пищу, которую вы имеете перед собой, и надейтесь на то, что он дарует вам избыток. Именно это мы сейчас с вами и проделали. Мы приготовили, а Бог делает все остальное. Помните это. Благословляйте еду. К вам придут гости. Как сделать красивую подачу блюда на стол? Вот мы и вытащили нашу рыбу с гриля. Вот вам и избыток. Сейчас покажу вам, как украсить блюдо. Мы научимся делать красивую подачу в случае, если вы ждете гостей или просто для вашей семьи. Давайте проверим нашу спаржу. Ммм. Ух ты, как здорово пахнет. Красотища. Заметьте, у нашей спаржи все еще яркий зеленый цвет. Зачастую, если запекать ее без того, чтобы предварительно кипятить, то она становится слегка безжизненной, коричневатой. После кипячения мы поместили ее в ледяную воду, и это сохранило цвет нашей спаржи. Итак, что же мы делаем? Мы возьмем немного нашей спаржи с помощью специальных щипцов и положим на тарелку. Хорошо. А теперь пора проверить наш картофель. Что же с ним? Давайте справимся сначала со спаржей. Этот сюда. И пойдем. Посмотрим на картошечку. Ну-ка. Как она выглядит. И она прекрасно удалась. Но на что я хочу обратить внимание. Хотя она довольно хорошо пропеклась изнутри, на моей картошке нет поджаренных уголков. Она не стала слегка коричневой. Но если вы предпочитаете более поджаренную картошку, может, вам больше нравится картофель, который настолько хрустящий, как будто покрыт карамелью, тогда вам стоит продлить время запекания картофеля. Иногда, чем дольше она в духовке, тем вкус лучше. Некоторые же предпочитают ее не очень поджаренную. Но уж точно не нужно держать ваш картофель в духовке слишком долго, чтобы поджаренное не превратилось уже в горечь. У нашего картофеля будет мягкий вкус. Давайте положим немного картофеля на тарелку. соединим его с нашей рыбкой. Ух ты, противень довольно горячий. Сейчас я отложу его в сторону. Давайте поговорим об украшении блюда. Вне зависимости от того, готовите ли вы для своей семьи или для гостей, каждый человек любит есть то, что хорошо выглядит. Если вы просто хаотично положите в тарелку то, что вы приготовили, это не будет слишком гостеприимно. Ваш гость может сказать, «Ну ладно, съем это, но вообще это довольно скучно». Для украшения нам понадобится укроп. Некоторые люди режут укроп, но я лично оставляю его целеньким. Затем возьмем лимон и отрежем кусочек. И теперь я сделаю из этого куска лимона вот такую спиральку. Можно положить ее прямо в тарелку. Второй способ украшения блюда с помощью лимона, это натереть цедру на терке. Цитрусовые, в особенности лимоны, имеют очень много вкуса в цедре. Пахнет здорово. В середине много сока, но дело в том, что кожица имеет даже больше вкуса. В самой цедре есть особенные жиры, поэтому если вы вспрыснете вашу рыбу этой потертой цедрой, то это словно даст толчок вкусов. Мне всегда напоминает лимон на терке детства. Жара, мы готовим лимонад, а затем предлагаем его людям на улице. Я, кстати, сегодня видел детей с лимонадом на улице, хотя теперь это уже нечасто можно увидеть. Мы продавали лимонад за 50 центов за стакан. Это было возле пляжа, и дорога была с очень напряженным трафиком. Я помню, задавался вопросом, а не рискуют ли они, остановившись, что в них врежутся сзади идущие автомобили. Но, по крайней мере, они могли освежиться в жаркий летний день. Итак, цедру я кладу сюда, на конец доски. А теперь возьмемся за нашу рыбу. Как вы видите, рыба у нас запеклась одним целым куском. Нам не пришлось ее переворачивать в процессе запекания. Она осталась в таком же положении, как я положил ее на кедровую доску в самом начале. Рыба отличается от мяса тем, что она более мягкая по структуре. Когда вы нарезаете куски, вы можете порезать ее продольно или поперек. Можете даже заплести косу из рыбы. Потом вы положите эту косу из рыбы на вашу кедровую доску. И она именно в такой форме и запечется. Я решил сегодня ограничиться лимонами. Да и доска сама по себе делает презентацию блюда каким-то особенным, я бы даже сказал, необыкновенным. Обычно при запекании рыбы нижняя часть ее может подгореть. Но так как мы использовали кедровую доску, то подгорела не сама рыба, а наша доска. Паржа проходил от доски через всю рыбу. Весь жар пришелся именно на доску. А рыбу можно резать, не боясь, что мы при этом обожжемся. Сейчас мы будем резать эту прекрасную рыбу для подачи на стол. Резать будем под углом. Вот так. Хорошо. Нам понадобится специальная лопатка. И кладем наш кусочек туда же, в тарелку. И это создало чудесный ансамбль на нашей тарелке. Теперь кладем укроп. Помните, что укроп, если свежий, обладает очень сильным вкусом. Он, безусловно, здорово украшает. Но нельзя класть его слишком много, чтобы не перебить вкус. В тарелку мы положим и нашу пиалу с соусом. По краям тарелки мы посыпем немного каенского перца. Хочу сказать вам пару слов о гриле на доске. Запекать рыбу на доске на самом деле не так уж и сложно. Самые распространенные — это кедровые доски для запекания. Их можно найти практически в каждом магазине для гурманов. Но есть и другие доски из дуба, яблока и других видов древесины. Онлайн вы сможете найти немало различных рецептов запекания на доске. Запекание мяса и другой любой пищи. Более жесткие виды древесины подойдут для запекания говядины и баранины. А вот кедровые доски я предпочитаю именно для запекания рыбы. Доска придает особый вкус запекаемому продукту и позволяет жару проходить сквозь, не допустив пригорания. Я предпочитаю запекать на доске именно рыбу, поскольку рыба нежнее и хорошо пропаривается на доске. И она действительно полностью впитывает в себя весь необходимый аромат. Сама доска после использования может принести нам еще пользу. Вы можете разрезать ее на кусочки и замочить, а потом положить сверху ваших углей наподобие веточек ореха. Я с детства помню, как у моего деда неподалеку от барбекю всегда замачивались ореховые веточки. Вы можете использовать для этого кусочки вашей кедровой доски. Это придаст не только прокопченый аромат, но также аромат уже приготовленной рыбы, которой эта доска впитала. Поэтому приготовление на гриле с использованием дубовой, кедровой или яблочной доски столь практично, потому как позволяет варьировать с ароматом, и вам не нужно бороться при этом с пригоранием самой рыбы. Рыба или мясо прекрасно пахнет и прекрасно выглядит. Я посыплю совсем чуть-чуть натертой цедры вокруг нашего блюда. Это придаст ему определенный оттенок, некий восточный. Вот такое замечательное летнее блюдо у нас получилось. У нас было в наличии филе семги, мы положили на него лимоны, у нас вышел приятный темно-оранжевый вкус, сверху немного укропчика, смеси лимона, перца и соли, а также приправы кейджем. Мы также приготовили вкусную зажаренную розовую картошку, запекли спаржу, она придает много яркости нашему блюду. Для всего этого у нас приготовлен специальный соус, который подходит для каждого компонента и украшения блюда. Надеюсь, вам понравилось, вы узнали что-то новое, а также о том, как стать ловцами человеков. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok